Районный конкурс по охране труда впервые проводили в два этапа. В первом команды участницы представили на суд конкурсной комиссии свои презентации и показатели по охране труда. А во время второго раскрыли свои творческие способности. Организаторы позволили предприятиям максимально креативно подойти к конкурсу. Вообще это был также первый конкурс, который проходил в продолжительное количество времени. То есть он был объявлен у нас еще в апреле месяце. То есть с апреля месяца предприятия работали, старались, готовили свои материалы, документы, готовились к сегодняшнему дню. Ну, не без шероховатости, конечно, прошло, потому что это все-таки в первый раз. Но я думаю, что все остались довольны. Мы сами не ожидали такого ажиотажа и такого интереса. Большое количество болельщиков, жаркие споры, страсти разгорались при выполнении каждого задания. Особенно на знание информационных знаков. Одной из сильнейших в этой области стала команда Ленского предприятия тепловых и электрических сетей, которая по итогам всех дисциплин заняла второе место. Конкурс очень хороший, счастливый. Самое главное, что все проходит на позитиве, все счастливы, все довольны. Причем большой коллектив раньше данные конкурсы проходили, но было гораздо меньше участников. Сейчас конкурс прошел довольно-таки бодро, плюс в несколько этапов. Самое сложное – это объяснение нормативно-правовых актов. Это обязательно, потому что все равно в голове столько информации не выдержишь, а вопросы довольно-таки с подковыркой. Свои команды на конкурс представили предприятия нефтегазовой отрасли, пеледуйские речники и энергетики. Один из сильнейших участников Ленское предприятие тепловых и электрических сетей своим основным конкурентом отметила нефтегазодобывающее управление «Толоканнефть», которая в итоге и стала первым. Мы готовились, для нас это было очень ответственно, мы подходили к этому уже давно, и в основном акцентировали творческие моменты, репетировали, переживали, особенно командир команды нашей переживал, я переживала, все участники. Для нас это было очень ответственно, и мы знали, что мы должны отстоять честь Сургутнефтегаза, именно нашего нефтегазодобывающего управления. Третье место в конкурсе заняла команда Витимского дорожно-ремонтного строительного управления Сургутнефтегаз. Не все команды, участвовавшие в первом этапе, пошли дальше. Но, как отметили специалисты, основная цель конкурса выполнена. К вопросам охраны труда на производстве привлечено большое внимание. И это главное. Роман Токмаков, Алекс Соснин, телеканал Алмазный край.